На текущий момент работать на аренде практически всем водителям крайне сложно. Будут заказы или нет, предсказать невозможно, а аренду все равно платить надо. Я нашел интересное предложение для водителей парка бизнес-класс на условиях работы в штате. Оклад 2,5 тысячи рублей за смену, план достаточно реально 10 тысяч рублей в сутки. И самое интересное, все что вы заработаете свыше 11 тысяч рублей грязью, остается вам. Топливо и мойка и средства гигиены за счет компании. Что важно, уже после трех рабочих смен вы можете получить небольшой аванс в размере 10 тысяч рублей. Считаю, что это очень интересное предложение на сегодняшний день в сегменте бизнес-класса. Все подробности и контакты, ребят, как обычно, в описании. Звоните. Ребята, всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Сейчас я нахожусь в Париже и со мной на связь по инстаграм вышел Корнель. Это молодой парень из Молдавии, который работает здесь, в Париже, таксистом. Говорит по-русски и готов рассказать мне все о своей работе. Я думаю, сейчас получится большое, полноценное и очень интересное интервью. И мы узнаем, ну, практически все о работе такси в Париже. Буквально с минуты на минуту он подъедет сюда, к нашему отелю. Он бы откуда. Поэтому пойдемте потихоньку вниз спускаться и встречать его. А вот и подъехал Корнель. Субтитры сделал DimaTorzok Привет. Добрый день. Что, как работа? Да, нормально. Так, ну что, это твоя машина, я так понимаю? Да. Ну, давай сразу хотел тебя спросить и обратил внимание. Наклейки. Что они означают? Слушай, здесь по Франции давно уже борются с полуацией воздуха. С загрязнением как-то, да? Да, загрязнение. Эта наклейка показывает, насколько машина дает загрязнение. Делится это на четыре категории. Пятая самая ужасная, потом по нарастающей. Это вторая, да, как я понимаю? Вторая это для дизелей меньше пяти лет. Первая это для ибридов. Это электрокара. Да, и есть и другая, которая только для электрокара, то бишь Тесла. Так, вот это что за наклейка у нас? Эта наклейка проходишь каждый год контроль СТО. Техосмотр, как у нас. А, вот это? И это ассуранс, страховка машины. А, ничего себе, а на сколько она выдается? На год? На год, ну, это бремельная. У меня есть другая, я дома ее не поставил. Я понял. А вот смотри, наклейки под типу. А вот знаешь, как я видел у блогеров из других стран Упер наклейки приложения. Ты же по приложениям работаешь? Да, я по приложениям работаю. Ну, но здесь наклейки ставят те машины, то бишь работники, которые работают в офисе. У них наклейки на машины такси нет. Ага. А у тебя нету, смотри, ни шашки, ни шахматной полоски? То есть, как у тебя нет лицензии для такси, по-моему? Лицензии для такси у меня есть, но здесь во Франции делятся на две категории. То бишь есть такси, которые у них есть шашка, у них счетчик. Есть такси, как у вас в стране, то бишь как Яндекс. По приложению? По приложению, да. Да, это называется, коротко, в Беттесе. Батюр, а ведь шофер тебе. Значит, получается, что машина тоже должна иметь категорию, и от машины зависит... Машина, машина не должна быть, у нее лицензия. Не, вот все те шашки, которые ставятся, и шахматная полоска, она вот на что влияет? Вот мы видим Ван, это таксист. Это таксист. У него есть лицензия таксиста, чтобы он мог таксовать по зонам. Цена... Цена зависит от, сколько зон он может работать. Цена лицензий. В Беттесе эта лицензия не нужна. То есть, вот эти дорогие лицензии, про которые мне писали в комментариях, что в Париже очень дорогие лицензии, на твое приложение не распространяется? Нет. А работают они по телефону, как бы, заказывают, не по приложению? По счетчику, они работают по счетчику. То бишь, они могут остановиться у бордюра и взять пассажира. И сразу идет у них счетчик. Мы не имеем возможности взять из бордюра. Ага, просто очень часто, ну, в России вообще, как бы, такое умерло понятие, и все заказывают по приложению. Никто от борта не заказывает. Здесь еще есть эта война двух, как бы, поколений. Двух систем? Да, двух систем. Интересно. И выгодно, получается, отдать большое количество денег за лицензию там, чтобы работать по зонам? И, как бы, по счетчику дороже, чем по приложению получается? Да, действительно. По счетчику где-то в два раза дороже, чем по предложению. То есть, они в два раза больше получают? Да. Ничего себе. Они в два раза больше. А если это дороже, почему люди, пассажиры, не ставят приложение, если по приложению дешевле работать? Обычная ситуация, когда приходят туристы. Туристы же, у них нет интернета или, не знаю, различной ситуации. И думаю, что людям так комфортнее. Интересно, ну вот я как турист, у меня есть приложение. Вот как быстро. Угодится? Не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну, в общем, система так работает. Люди заказывают и, в принципе, всех все устраивает. Да, люди заказывают. Приложение не хотят установить. Ясно. То есть, работает чисто по приложениям, можно не покупать лицензию дорогую, но ты работать будешь только по приложению. Да, только по приложению. Понятно. Но еще есть еще возможность делать, никто не разрешает тебе делать, как бы, собственную аппликацию, иметь собственные клиенты, мы можем делать, как это, фактурасюм, чек. Можно дать чек клиенту. И это выгодно. То есть, ты можешь возить просто своих постоянных клиентов? Да. С ними договариваться и с ними работать. Но это у нас в России тоже такое есть. По каким приложениям ты работаешь? Я работаю по приложениям Uber, Captain и Bolt. Captain – это что такое? Captain – это… У нас такого нет в России. Приложение, французское приложение, которое есть в Испании, в Париже и в Лондоне. Прикольно. А вот G7 я очень много машин вижу. G7 – это компания для таксистов. То есть, она машину в аренду сдает? Да, дает в аренду машины у них, их школы, которые учат новых водителей, чтобы сдать экзамен. Это получается как таксопарк? Да, получается таксопарк. То есть, G7 – это не приложение, это просто парк? G7 есть и предложение. А, свое у них тоже. А, вот так. Ясно. И в каком приложении у тебя больше заказов, больше работы? Конечно, я знаю, что в Uber. В Uber очень распространенный популярный. Да, очень. Так, а на втором месте? У нас Uber, как у вас, Яндекс. Ты знаешь про Яндекс в России. Да. Потом на втором месте Bolt Captain. И потом есть и другие предложения, которые не выросли в категорию. То бишь, не имеют столько клиентов, сколько имеют эти три компании. А вот у нас есть GET еще. У вас есть такой GET-такси? GET у нас нет. Нет. Значок не видел? Нет. У нас еще там Ситимобил есть и другие. Какой ты навигатор используешь в своей работе? Я использую Waze, потому что я так... Не так комфортно. Он показывает пробки в реальное время. Показывает, если на дороге прямо случилось что-то. К примеру, авария, наводнение. Наводнение? Радары. Что за наводнение? Нет, нет, это когда есть немного зон, когда лед, дожди очень сильно, получается так, болото и... Большие лужи прям? Да, большие лужи. И когда проходишь на большой скорости, может занесить... занес... занос. И это показывает в приложении, что здесь как бы есть лужи? Да, да, да. Участие? А Яндекс.Навигатор не пробовал? Яндекс.Навигатор не пробовал. В принципе, должен работать здесь. Здесь... Любят два предложения по DPS. Это Waze и Google Maps. Какой у тебя график работы? Как ты работаешь? Ты сам себе же выбираешь, как и мы в России. Да, 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 я выбираю. И в какие часы выгоднее всего? Я не люблю работать днем, потому что очень сильные пробки. Те же тарифы, которые и ночью. И работаю вечером. Все ночью до 7 до 7 вечера. С 7 вечера до 7 утра? До 7 утра. Сейчас больше половины таксистов должны поставить тебе лайк, потому что у нас тоже так работает в России. Потому что там тоже днем очень трафик, большие пробки. А поездка стоит так же у нас фиксировано. Выгодно днем таксистам, которые на шашке. А, потому что у них счетчик есть. Они счетчик. И в Париже семафоры на каждом перекрестке. И они любят делать пробки. Понятно. То есть, получается, во всех приложениях у вас фиксированный тариф? Да, фиксированный тариф. У нас просто есть в бизнес-классе в Москве приложение Вилли, Гет. И там счетчик уже в приложении устроен. И почему я работаю в бизнесе по Вилли? Очень часто про него рассказываю. Мне нравится работать. Потому что у него счетчик. Пробка, не пробка? Я вот в день, в основном, работаю с 7 утра. И где-то до 7 вечера. Видишь, ты с вечера. Здесь только Uber считает пробки. А остальные? Остальные нет. Просто сколько километров? Да, просто сколько километров. И с 7 вечера до 7 утра сколько у тебя получается пробег в среднем заде? Сколько проезжаешь? Плюс-минус 300 километров. 300 километров. Ну, так же, как в России, в принципе, у нас. И вот у тебя получается дизельная. Это самая выгодная, да? Сколько у тебя распад? Здесь вся Франция держится на дизелях. Да, интересно. Обычно бензин почему нет? Тоже не знаю. Так устроено. И сколько стоит литр дизеля? Литр дизеля евро 30, евро 40. А расход у тебя получается? Расход 7,5-8. 7,5-8 по городу. И полный бак, наверное, сколько будет стоить? Полный бак где-то 75 евро. 75 евро и полного бака на две смены хватает? На три? На три, четыре, четыре дня. На четыре дня даже хватает. Так, и сколько получается заработать у тебя за смену? По-разному. Приложение уже комиссию свою вычитает? Да. А сколько комиссия в Uber у вас? Комиссия в Uber 25%. А в остальных приложениях? В остальных 22-20. А, то есть это в принципе комиссия такая обычная по миру, а то многие жалуются, что у нас огромная комиссия. Да мы потом эту сумму, которую мы зарабатываем, мы еще должны с этой суммы декларировать свои деньги. То есть налог платить? Налог, да. Но это у нас тоже так делается. И за смену сколько получается заработать? За смену где-то 200-250 евро. Да. Это уже за вычетом комиссии? В субботу самый-самый мажорский день, потому что работают клубы и заказов полно. Есть зона, которая повышенного коэффициента. У нас тоже так в Яндексе есть повышенный, повышающий коэффициент. И большую часть суммы недели можно заработать в субботу. А в пятницу? В пятницу? У нас как-то пятница посочнее на работу, побольше работы. Ком-си-ком-са. Да? А вот и у вас именно суббота. А вот такой момент. Если ты, например, не берешь заказ, у нас есть такая система, как активность. И если активность падает ниже каких-то процентов, то тебя блокируют. Нет, у нас такого нет. Я могу прийти в зону повышенного коэффициента и смотрю на карту. Если мне не нравится коэффициент, я постоянно ищу другого заказа, который мне нравится. Чтобы больше был коэффициент. Да, чтобы больше был коэффициент. Так. А вот если оценка у вас падает, блокировка есть? Блокировки нет, но она тоже имеет значение. К примеру, в Uber, чтобы уже работать в Берлине, у тебя должно быть минимум 2500 поездок. И оценка должна быть меньше 4,85. За неделю, получается, сколько в среднем заработать у нас? Сейчас сумма резко снизилась, потому что мы знаем прекрасно, что весь мир пунктует с вирусом. А, коронавирус сейчас, да? Ну, заказов практически нету. И суммы, конечно, должны были быть другие. Так. Колебрится от 1000-1300 евро. 1000-1300 это в неделю? Да, это уже мои заработанные деньги. А в приложении у вас, как у нас, пишут уже за вычетом комиссии? Сколько осталось? Пишут, это когда заканчиваешь поездку. Ну да, в конце. Да, в конце поездки. Так, а если бы не коронавирус, то тогда сколько можно было заработать? Здесь тоже зависит от, как повезет. Это не стабильно. Стабильно это где-то 1500-1500. 1500, то есть если не коронавирус, то можно, в принципе, заработать. 1500 летом, даже до двух. Это туристы, наверное, потому что? Да. Вот из-за коронавируса в Париже закрывают все туристические объекты. Эйфелева башня тоже закрыта. Эйфелева, правильно говорить. Сейчас меня поправят в комментариях. Также лувр закрыт. Что еще заправилось? Да, практически все. Ну вот, коронавирус. Спасибо тебе. Мы говорили с тобой про то, что машина у тебя твоя, как я понимаю. Да. То есть личная. И вот так же, например, если у меня нет машины, я захочу арендовать. Сколько будет стоить аренда? По неделям она или по месяцам? По месяцу. По месяцу и зависит, как найдешь. То бишь, кто-то может сдавать дешевле, кто-то дороже. У тебя BMW 3 серия, и вот такую машину в среднем сколько стоит? В среднем 2000 в месяц. 2000 евро. Да. Это дорого-недорого? Сколько получается остается у водителя? Как бы дорого. Дорого. Если взять, дорого. Можно и дешевле найти. Можно. Но лучше вообще свою куплю. Да, лучше, конечно, с собой. А машины у вас также, наверное, до какого-то возраста пропускаются в приложении, чтобы работать? 6 лет. 6 лет – это самая старшая машина? Да, это самая старшая. Потом тебя блокируют машину, и ты не можешь работать. Понятно. А вот, например, разделения у вас по классам идут. У нас наверняка есть такой же бизнес-класс, как у нас. Да, есть и эконом, комфорт, и берлин бизнес. И берлин, да. Он называется премиум и люкс. А у нас, как бы, есть разделение VIP и люкс. Это Maybach. Как, кстати, у вас с Maybach ими дела? Maybach я видел очень редко и думаю, что никто не катает, потому что расход огромный. И не имеет смысла. То есть, Maybach у вас прям по мальцам почитает? Maybach не только чиновники или как. Ага. Просто у нас Maybach больше, чем S-ок. Куча. Ага, очень много Maybach. Получается, Москва побогаче Парижа. У нас на Maybach, наверное, цена будет такая же, как у вас на Ешке. Потому что средняя поездка там 15-минутная. У вас стоит, наверное, сколько? 15 евро? Еще раз вопрос. Ну, вот вчера поездка у тебя была. Да. Ты мне показывал. Она стоила там 24 евро. Да. 24 евро это в рублях. Сейчас я тебе скажу. Сколько там километров ты проехал? За сколько времени? Где-то полчаса и 15. Километров. 24 на 80 рублей. 2 косари. Ну, 2 тысячи рублей почти. Это на русский. 1900-1800. За полчаса. Это даже больше, чем я бы ехал в Москве. Полчаса. Вот еще один плюс. Почему я работаю ночью? Потому что курсы... Как по-русски будет... Поездка. Поездка. Более выгодная для водителя получается. Поездки ночью длиннее. Но все равно в любом случае у тебя поездка по UberX. То есть это, как в России эконом считается, она у тебя будет дороже, даже чем у нас бизнес в России. Если мы будем брать даже по Яндексу, Яндекс.Такси, я бы за эту поездку заработал на 24 евро. На бизнесе, в костюме я бы открыл дверь, спросил, как поедем, какую музыку, водичку стоит, бутылочку для пассажира. И у меня бы такая поездка вышла бы, наверное, в 15 евро. Вот теперь мне скажи, работать в Евросоюзе я, например, просто не смогу. Как вот стать таксистом, чтобы начать работать? Тебе нужно для этого сначала разрешение, в принципе, на то, чтобы работать здесь, какую-то получить. Да, ты должен сначала пройти в школу. Школа длится где-то... Что за школа? Школа, где обучают, как себя вести в такси. Нет, нет, это ты мне про экзамен такси хочу рассказать. А я тебе вообще, в принципе, про документы, чтобы работать. У тебя должен быть паспорт любой страны Евросоюза, правильно? Да. Так, но ты из Молдавии? Да, я из Молдавии. У меня вторая... Две... Гражданства? Две гражданства. Ага. Молдавское и румынское. Вот с молдавским ты не можешь здесь работать? Нет. Но с румынским можешь? Да. И сложно получить румынское гражданство? Не сложно, но этот процесс длится где-то 2-3 года. 2-3 года, офигеть. То есть у тебя есть какой-то второй паспорт? Да. И вот уже по румынскому паспорту ты можешь здесь работать и поработать. Да. Прикольно. Соответственно, ну, я точно не смогу с российским паспортом. Так, а теперь вот само такси. У вас, чтобы стать таксистом, нужно ли... Как бы вот у нас, смотри, есть, когда ты хочешь аккаунт в приложение делать, там, в Яндексе, в Вилли, в Гет, ты приходишь в офис приложения, и ты должен у них сдать экзамен, пройти обучение. И когда тебе дают аккаунт? Как это у вас происходит? У нас как происходит? Сначала мы должны сами зарегистрироваться в школу, оплатить ее. Школа, это что за школа? Школа, это в принципе, как бы, как и когда ты учишь на правах. То есть это государственная школа? Нет, это не государственная. Это как формацион здесь называется. Какая-то лицензированная школа? Аккредитованная кем-то, да? Да. Заставляет, заставляет людей, чтобы ты сначала учился, сдал экзамены, и потом у тебя должна префектура дать карточку с твоим номером. Это лицензия таксиста? Да, это как лицензия таксиста. То бишь, ты имеешь право водить людей, и сделать сервис как водителя. И долго учиться в этой школе нужно? Учиться где-то в месяц. А какие экзамены сдавать? Есть и практика, и теория. Так, ну практика, это ты, как, как проходит экзамен? Сначала проходит теория. Здесь экзамен где-то проходит 9 раз за год. В один день проходит около 2500 новых людей. На том экзамене спрашивают различные вопросы, то бишь, как и водителя, манера вождения, что ты должен в различной ситуации делать. Должен сдать французский экзамен. На французский язык? Да, на французский язык. Что, и как ты его выучил? Долго учил? Я, да, учил здесь 6 месяцев в школе. Давай. И потом начал смотреть фильм, и чуть-чуть... А только как... Как бы самоучил. Понял. А только французский нужно знать или еще? И еще и английский. Ничего себе, это смотри, ты знаешь английский, французский, молдавский, еще немного русский. Вот ты, когда со мной сейчас разговариваешь, наверное, тяжело переключаться, да? Да, да, да. Ты мыслишь как-то, мыслишь на своем, наверное, языке, потом пытаешься вспомнить слова, как правильно это по-русски говорит. У меня мозги там полный ад. Да, сложно переключаться так. То есть нужно два языка сдать обязательно разговорный, да, хотя бы какой-то уровень. Да. Нужно показать сервис, и... А вот практика, что у нас? Ты ездишь по городу? На практике... Кто смотрит? На практике ты садишься в машине, тебе дают адрес, ты должен... Они говорят его два раза максимум, ты должен запоминать, должен идти в GPS, ты должен делать чек, и потом пройти по маршруту. Угу, проехать, то есть после с ними. По этому маршруту у тебя два человека сзади, имитируя пассажиры, и один спереди. Если что-то случится, он может, как бы, финисельный экзамен, закончить экзамен. Угу. Сказал, стоп, ты не прошел, и... Угу, если что-то не так. Да, если что-то не так. Ты сдал этот экзамен, получил карточку таксиста, ты дальше идешь в офис приложения? Да. У них что-то нужно сдавать или не нужно? Нет. В офисе... В офисе у тебя должна быть пакет документов. Угу. То бишь... Твои права, паспорт, лицензия таксиста, документы на машину, страховка. Здесь хотел бы сказать, что страховки у таксистов другие, чем обычные. Дорожные? Да. Это та же страховка, у меня фулка 100. Угу. У меня застрахован я, машина и пассажир. Фулка. И дорогая такая удовольствие страховка? У меня стоит 250 евро в месяц. 250 в месяц? Да. Потом налоги. Так, кстати, по поводу налогов. Сколько у нас получается? Первый год это 5,5%, потом 11,5%. Второй год, да? Да, второй год. И третий где-то 22. Вот, чтобы эти налоги платить, ты должен показать прибыль. И не все же показывают правду, говорят, что они столько заработают. Да, действительно. Многие показывают всю сумму, которую они заработают. Угу. И потом как налоговую проверяют, наказывают? Да, потом, может быть, даже до судимости. Ого. Еще хотел спросить, а какая, на твой взгляд, будет самая выгодная машина, на которой можно работать, самая экономичная? Сначала не надо инвестировать много денег в машину. Я бы порекомендовал взять либо Citroen, Peugeot, потому что это их машина и они дешевые. Угу. Потом, если тебе нравится, что ты делаешь, хочешь на новый уровень, как работать в Берлине, у тебя действительно должна быть машина дороже. На бизнес-классы, вот этот Берлин, он у вас называется. Да. Две тысячи поездок нужно сделать. Две тысячи пятьсот. Две тысячи пятьсот, чтобы потом перейти на вот этот класс Берлина. Да. Теперь такой момент. Что-то дополнительное, какие-то экзамены нужно сдавать, потому что у нас в России вот нужно сдать знание горло, нужно сдать экзамен на сервис, на психологические ситуации, которые могут с тобой произойти. Нет. Нет, ты просто набираешь количество поездок, у тебя открывается опция «Класс». Берлин. Да, и все, и ты, если машину просто тебе нужно завести. Да, машину заведешь в приложение и можешь… Ее как-то показывать нужно ехать? Да, ты должен прийти в офис и показать у вас, когда машину… У нас просто фотографии все. В принципе, так можно, но контроль проходит дольше. Ага. А когда приехал быстрее? Да, приехал, стоял в очереди и моментально там пять минут делал. А вот у нас есть в Яндексе, каждые десять дней нужно фотографировать машину. Фотоконтроль проходить. У вас такого нет? У нас такого нет. А вот у нас еще, смотри, есть такая система, как путевые листы, то есть это каждый день должна быть бумажка у тебя, где написано, что ты прошел медика, что машина прошла осмотр механика и ты, в принципе, как бы можешь выехать на линию и работать ты можешь не больше… Здесь вот… 12 часов. Это наклейка, которая по центру. Ага. Она делается каждый год. То есть раз в год машина проходит осмотр? Да, да, осмотр машины. Каждый день ей не нужно это делать? Нет, каждый год. Один раз в год. Так, а медицинская от водителя нет у вас? Вообще путевые листы у вас есть какие-то? Нету, нету. Ее у нас сейчас хотят сократить до 8 часов, чтобы в такси работать можно было только 8 часов. У вас есть какие-то ограничения? Нету. Приложение не выставляет ограничения? Если хочешь, можно катать и 24 часа в сутки. Да? Просто у нас, смотри, даже сейчас приложение, оно просто выкидывает с линии, делает автоматический выход и ты не можешь работать. Такого нет, да? Электрокары, они у вас, получается, вот Tesla, она в категории тоже как эконом, да, UberX? Нет, она как в Берлине. А, то есть у нее максимальный класс? Да, у нее максимальный класс. Вот. А что выгоднее, на твой взгляд, купить Tesla или купить Mercedes E-Class? В принципе, по деньгам машина стоит одинаково. Так. У нас просто очень дорогая Tesla. Конечно, что я посчитал, выгоднее брать Tesla, потому что ты моментально экономишь на топливо. Угу. Я пошел и поинтересовался в Tesla салоне. Мне рассказали, что здесь во Франции есть Supercharger, который ты можешь бесплатно зарядиться сколько угодно. там, по-моему, где-то 30 минут 700 километров может зарядиться. Полная батарея, да? Да, полная батарея. Это быстро. Да, получится. Потом и... А сколько зарядка стоит? Зарядка бесплатная. Для Tesla? Да, для Tesla. А потом есть еще в Париже станции для электрокаров. Угу. Там платишь абонемент 10 евро в месяц. Так мало? Да. И это выгодно, потому что у тебя есть и парковка, и зарядка. А просто вот на парковку стоишь? Да, да. Круто-круто. Ночью, ночью ты пошел спать, утром пришел у тебя полная зарядка и можешь без проблем ехать. Да, по регламенту нужно надевать. И все у вас... Ну, просто я обратил внимание, тоже все в костюме есть. Ты готов в костюме работать? Да, я готов. Почему? Если платят, то больше. То есть, и какие у тебя, например, планы дальнейшие на жизнь? Ты машину свою уже заработал, ты можешь ее продать, взять в кредит, допустим, Tesla, и на Tesla уже работать? Вот здесь нюансы с кредитом. Так. Здесь кредиты не дают практически... Это очень сложно. Это очень сложно. Нужно быть французом? То есть, я работаю таксистом, я должен декларировать всю сумму, чтобы посмотреть, что у меня доходы не падают, а как бы по нарастающим. Угу. И я должен это делать два года, оплатить их налоги. Так. И потом банк может мне дать кредит, чтобы развить свою компанию. Угу. И я тогда могу взять кредит под низкий процент, там где-то 3... 3% от всей суммы. Угу. И могу, конечно, брать машину себе. Это делаю. Ну, ты вообще хочешь брать? Планируешь? Угу. Хочу, но это очень, очень трудный процесс. Угу. А сколько лет ты уже работаешь? Я работаю годы, это 3-4 месяца. А, ну, в принципе, через годок ты можешь уже пробовать подавать документы на... Да, на кредит. Не, ну Tesla, конечно, интересная машина, я бы сам хотел поработать на ней. И еще такой момент по поводу недвижимости. Наверняка, ну, многие водители, приезжие и многие у вас арендуют жилье. Сколько стоит аренда жилья? Я посчитал в Париже, в принципе, космические деньги. И чтобы найти жилье, это очень трудно. Угу. То бишь их, как семечки. Сегодня есть, завтра нет уже. И очень сильные, повышенные цены. Я, к примеру, живу в округе Парижа, рядом с Парижем. И сколько стоит снимать у тебя? У меня стоит где-то апартамент тысячи евро в месяц. Тысяча евро. Это нормально для... Да, это нормальная цена. Это одна комната, да, квартира получается? Это двухкомнатная. Двухкомнатная, да. И какие у тебя, в принципе, дальнейшие планы на жизнь в такси? Это у тебя просто какая-то временная работа, подработка, или тебя здесь все устраивает, и ты готов работать дальше, просто повышать уровень класса, в котором работаешь, поменять машину? Что думаешь? В принципе, меня все устраивает. Я люблю ездить на машинах. Это оплачиваемая работа. И, конечно, безусловно, хочу попробовать класс Берлин на своей машине. То есть будешь покупать? Буду покупать. Как и сказал, в планах есть купить Е-класс. Ну что, круто. Я могу пожелать тебе только удачи. Большое тебе спасибо за интервью. Спасибо. Было очень интересно. Столько я нового всего узнал. И вам большое спасибо, друзья, за просмотр. Если этот выпуск вам понравился, обязательно ставим лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. И до встречи в следующих роликах, ребят. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok